Любовь Сквозникова живет в 83-м доме на Ташкентской с конца 70-х. Заехала одна из первых. Рассказывает, ремонта в их дворе не было ни разу. Только немного латали подходы к подъездам. Этим летом жители скооперировались и решили, настало время перемен. Собрали инициативу в один проект и обратились в районную администрацию. И двор выиграл сразу по двум программам. Детская площадка появилась благодаря городской, конструктор двора. А тротуар, новые парковочные места, расширение дороги и пандусы по губернаторскому проекту содействия. Дмитрий Тишкин, автолюбитель, рассказывает, внутридворовой проезд был в плохом состоянии. Дело в том, что эта дорога транзитная, по ней находчивые водители объезжают пробки на Ташкентской. Как и в любом дворе многоквартирного дома, жителям хотелось дополнительных парковочных мест. Машины стояли друг на друге. Сейчас нам очень нравится. То, что нам сделали, нам очень нравится. То есть машины сейчас хорошо у нас стоят, места стало очень много, потому что там территория была незадействована, она просто пустовала, никак не обрабатывалась. Сейчас у нас там парковочные места. То, что мы участвовали в программе содействия, мы нисколько не пожалели. И хочу сказать большое спасибо от жильцов нашего дома, от себя лично, губернатору. Вот. За эту программу, что она существует, что она есть. Это реальная программа, да, она помогает людям. Провели сход сбор жителей, общесобрание собственников. Жители проголосовали за. И написали проект. Обосновали четко цели для себя. Проект мы назвали «Уверенный шаг вперед». Жители поддержали во всем. Губернаторский проект содействия, благодаря которому в этом дворе сделали ремонт, основывается на долевом финансировании. Часть денег на преображение вносят сами жители, остальное покрывает область. В случае со двором на Ташкентской жители оплатили 10% от общей суммы. Минимальный процент софинансирования – 7. Только в Кировском районе в этом году по областному проекту в порядок привели 9 дворов, включая поселковые территории – Зубчининовки. Чтобы подать заявку на участие в проекте, нужно обратиться в районную администрацию. Нужно просто собрать инициативную группу, подготовить свои предварительные предложения. Наши специалисты, они формируют уже, так скажем, правильный пакет документов. Дарья Григорьевна со своими специалистами готовит также 3D-проект, полностью делает зонирование территории, определяет, какие виды работы нужно выполнять будет в рамках той или иной программы. В планах на следующий год у Кировского района отремонтировать еще 9 площадок.